Дорожная карта 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 Региональная сеть дорог в Самарской области, к сожалению, еще отстает от среднероссийского показателя. Где-то порядка 74% по итогам на 1 января 2017 года общей протяженности региональной сети не отвечают нормативным показателям. Если говорить о муниципальной сети дорог, местных автомобильных дорог, то здесь показатель чуть лучше, но все равно больше половины дорог, а именно 52,8%, также не отвечают современным стандартам и нормативам. Сразу скажу, что эти показатели будут серьезным образом изменены по итогам текущего года и в результате реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», и по причине подготовки и Самары, и всей области к Чемпионату мира по футболу, большого объема федеральной поддержки, как в рамках деятельности федерального учреждения Казенного Дорожного Агентства «Росавтодор» «Большая Волга», так и в результате прямых субсидий и иных трансфертов из федерального бюджета. Но в любом случае этому вопросу мы всегда в своей деятельности уделяем и будем уделять большое внимание. Во-первых, проект «Безопасные и качественные дороги» – это проект не одного года, наоборот, 2017 год – это первый год реализации этого проекта. В 2018 году уже бюджетными проектировками и проектом федерального закона о бюджете на 2018 и последующие годы, который сейчас уже находится на утверждении депутатов Государственной Думы, уже заложены серьезные федеральные ассигнования на участие в этом проекте, и по-прежнему Самарская область здесь заявлена как участник с наибольшим объемом федеральной поддержки бюджетной, поэтому темп проекта «Безопасные и качественные дороги» будет только усиливаться и набирать год от года. Ну и, конечно же, это подготовка к чемпионату мира, хотя развитие дорожной сети этим далеко не заканчивается, и у, насколько мне известно, Минтранса и Дорожного хозяйства области, и у наших федеральных дорожников есть проекты, которые будут реализованы и к концу следующего года, и в 2019 году. Проекты масштабные, такие как развитие, например, Тольяттинской уличнодорожной сети в городе Тольятти, там развязки, путепроводы, масштабный проект расширки центральной части города будет завершен в первой половине 2019 года где-то. Ну а по остальным проектам мы тоже будем максимально концентрировать свою поддержку для реализации здесь, в Самаре и в целом в Самарской регионе. Также все-таки хотел, уже упомянул об этом, отметить положительные результаты, которые показывают Самара, и не только Самара, и Тольятти, и вся самара-тольяттинская агломерация в проекте «Безопасные и качественные дороги». Здесь у нас на сегодняшний день объемы выполняемых работ практически завершаются. Многие, так сказать, формы отчетности уже даже закрыты, примерно на три четверти. Но хочу напомнить, что необходимо будет до 1 ноября представить данные в нашу систему «Талон» о реальном состоянии дел, не только о выполненных объемах работ, но и закрытых, то есть обеспечить полное освоение тех бюджетных средств, как федеральных, так и региональных, которые направлялись на этот проект. Очень важно, что мы к концу 2017 года сократим большое количество мест концентрации ДТП, более 40 мест будет ликвидировано, и этот проект начинается со слова «безопасный», как раз и будет направлен на то, чтобы люди на дорогах продвигались не только комфортно, но и безопасно. Также, на что хотел обратить внимание, что проект «Безопасные и качественные дороги» сочетается и с другими приоритетными проектами комфортной городской среды, и здесь очень важно, и я очень рад сегодня проехать в Пусамаре, что так и делается. Приводятся в порядке тротуары, газоны, особенно это касается скверов, которые находятся в рамках тех магистралей, которые участвуют в проекте «Безопасные и качественные дороги», это и Московское шоссе, и Новосадовая улица. Мы видим, что работа проводится в комплексном режиме. Ну и еще один проект «Моногорода», здесь Тольятти тоже участвует в этом проекте, и это дополнительный, так сказать, источник для приведения в нормативное состояние уличной дорожной сети этого крупнейшего в нашей стране города. Максим Ильич, я рассчитываю, что то внимание к региону, которое было в предыдущие годы, оно сохранится, а мы со своей стороны будем его оправдывать, еще раз подчеркну, своевременной и качественной выполнением работ, чтобы, предусматривая средства на Самарскую область, вам потом не было стыдно, получая отчеты, а мы вместе с вами, самое главное, жители Самарского региона, видели те изменения, которые происходят. Я отдельно отмечаю, что вы уделяете внимание, в первую очередь, тем регионам, где есть определенное отставание, к которым и Самарский регион относился, но те изменения, которые в последние годы произошли, они, конечно же, сегодня дают уверенность, что в ближайшее время все сложности будут преодолены, а Самарскую область уже не будут вспоминать, как регион, где есть значительные проблемы с дорогой. Все меняется, а мы приложим к этому все усилия. Тема подготовки Самары к чемпионату мира по футболу все так же остается темой номер один по актуальности. И готовность объекта дорожно-транспортной инфраструктуры – один из важнейших вопросов всего комплекса мероприятий, который всегда на контроле. На минувшей неделе ход работы, степень готовности, как реконструируемых объектов, так и строящихся с нуля, инспектировала комиссия ФИФА. Сегодня мы хотим показать, как идут работы на одном из таких объектов – улице Дальней, которая вместе с ареной 2018 будет обеспечивать непосредственный доступ к стадиону. Мы находимся на строящейся улице Дальней. О ходе работы нам расскажет главный инженер компании-подрядчика Дормост Аэро Андрей Солдат. Андрей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о ходе работы на этой улице, о технических характеристиках, ширине, протяженности улицы, то есть значении и назначении этой улицы. Добрый день. Мы находимся на строящемся объекте улицы Дальней. Она имеет протяженность 2,5 километра. Берет начало от улицы Московское шоссе и стыкуется со строящимся объектом улицы Арены 2018. На всем протяжении улицы Дальней имеют 4 полосы движения, которые разделены разделительной полосой. Также на улице Дальней предусмотрены… Ну, улица Дальней является основным клиентским маршрутом. На ней предусмотрены два контрольно-пропускных режима. Это номер один, который имеет 5 полос досмотровых полос автотранспорта и 6 полос досмотра пешеходов. Там будут контролироваться команды, там будут контролироваться все коммунальные, городские и прочие службы. Ну и, соответственно, клиенты типа ВИП. И вторая, номер 2 контрольно-пропускной пункт, контрольно-досмотровый пункт, это номер 2. Это по ходу движения от улицы Арены. Там будет 2 полосы движения для контроля автомобильного транспорта и 3 полосы для пешеходов. Скажите, а зона досмотра, когда они будут строиться и станут ли они препятствием каким-то для движения обычного транспорта? Не во время футбольных матчей, в обычной жизни. Ну, зона досмотра будет строиться уже после 15 ноября. Как бы сейчас все работы, которые предусмотрены проектом, мы там выполняем. И уже заходит туда другой подрядчик, который будет выполнять строительство вот этих досмотровых пунктов. Будет ли оборудована улица пешеходными переходами для незрячих со спецсигналами? Да, улица Дальняя будет оборудована в том числе и для пешеходов незрячих с тактильной плиткой и со звуковым светофором. В последнее время на объектах было много проверяющих самого различного уровня, включая и нового главу региона Дмитрия Азарова, и комиссии ФИФА. Поделитесь, пожалуйста, как они оценивают ход работ, есть ли замечания? Ну да, действительно, было несколько комиссионных групп с визитом на строящиеся объекты инфраструктуры на улице Дальняя и Арена. Как бы в основном всех беспокоят сроки и качество работы. Ну, грубых нарушений не было. Те замечания, которые были сделаны, они устранены. Как осуществляется повседневный контроль за строительством? Какие есть замечания? Как они устраняются? Ну, у нас, как у генподрядной организации, есть своя лаборатория, которая здесь ежедневно находится на объекте и контролирует ход линейных работников. Также совместно с нашей лабораторией, с лабораторией Минтранса, также осуществляет приемку этих выполненных работ и контроль качества этих работ. Совместно с кураторами объекта от Минтранса, если есть какие-то нарушения, они в оперативном режиме, в рабочем порядке устраняются. А подскажите, на какой стадии находится работа сейчас? Сколько процентов от плана уже выполнено? Ну, по улице дальней земляные работы выполнены 100%, основание 95%, ну, вся дальняя практически находится в нижних слоях асфальта. На этой неделе приступаем к укладке верхнего слоя. Когда улица будет доступна для полноценного движения транспорта? 1 декабря, согласно срокам государственного контракта. Как будет осуществляться и регулироваться заезд с московского шоссе на дальнее? Там будет светофорно регулировано, как бы там проблем нет. Тот транспорт, который, ну, та интенсивность движения, которая будет проходить по улице дальней, там спокойно справится с фетофорной регулированием. Как правильно считать, дальнюю реконструируют или строят заново? Дальнюю строят заново. Улицу дальнюю строят заново. Это новое строительство, как бы там уже новая инфраструктура, вообще полные улицы. С освещением, с тротуарами, с ограждением этих тротуаров. Но это новое строительство, новые улицы дальнюю. Улицу дальнюю можно отнести к сложным объектам строительства? Известно, что приходилось на ходу корректировать проект, чтобы избежать разногласий с жителями поселка. Да, были прецеденты. Это в начале строительства улицы дальней от московского шоссе совместно с Минтрансом и с проектным институтом было принято решение понизить профиль дороги и соблюсти все пожелания граждан, проживающих по улице дальней. Вносите ли вы какие-то изменения в технологию работ в связи с остановившейся холодной погодой и ранним попадением снега? Ну да, на данном этапе работы совместно с лабораторией Минтранса нами был разработан рецепт по укладке асфальтобетона именно в пониженных температурах. На данный период времени с добавлением химических добавок, которые позволяют уменьшить температуру уплотнения, это асфальтобетонная смесь. И достичь тех характеристик и качеств, которые предусмотрены данным проектом. А с учетом напряженной обстановки, как ведется работа круглосуточная и привлекаете ли вы дополнительную технику, ресурсы? Да, с учетом погодных условий мы как бы сейчас работаем в круглосуточном режиме и привлекли дополнительный транспорт для строительства улицы дальней. Улица Арена-2017, в какой степени готовности? В нашей программе уже выходило материал об этом, но тогда оставалось доделать участок на примыкании к улице Демократической у вышки Ориона. Да, действительно, по улице Аренге у нас на сегодняшний день завершающий этап работ. Мы вышли на Демократку, соединились с основным ходом. Сейчас там идут работы по строительству тротуаров и завершение работ по пешеходным переходам, там тоже работы на стадии завершения. Сейчас идут отделочные работы. А какие еще работы выполняет ваша организация, кроме строительства улиц Арена-2018, дальнюю? Когда эти работы будут окончены? Мы, еще наша подрядная организация, выполняет работы по строительству седьмого проезда. Это проезд к стадиону, строящемуся стадиону Самара-Арена. Там тоже работы идут в круглосуточном режиме и они тоже на завершающем этапе. Сейчас идет благоустройство, устройство строительства освещения и тротуаров. С вами была программа «Дорожная карта». Смотрите нас на канале СКАД ТНТ и в социальных сетях. Смен換掉 на «Дорожная карта»! Продолжение следует...